всем привет сегодня как я обещал будет лекция про права доступа и права доступа и файлы прежде чем это будет я бы хотел продемонстрировать пару примеров того зачем мы вообще всем этим здесь занимаемся вот помните два небольших фейла на прошлых наших лекциях один небольшой другой тоже небольшой который состояли в том что в текущем положении в текущей конфигурации этого компьютера документация при показе документации то выводилось черным по-черному строка это было связано с тем что основные настройки были сделаны для бел за черного экрана белыми буквами а значит обратная ситуация там был поменяна чтобы значит чтобы экран был чтобы буквы были черными значит при этом бэкграун был тоже черный ну и вот я делал по правил теперь теперь у нас документация вот здесь Выводится черным по серому И сделал я это следующим образом Почему я вообще про это вспоминаю Изменив переменное окружение Которое у нас выдают с командой сет Но сет просто очень большой Вот они Это такие вот Я это не одобряю Потому что это прибитие гвоздями Прибитие гвоздями Настройок к конкретному типу терминала Я не говорил о том Что терминалы бывают очень разные Но они бывают очень разные Здесь же предполагается Что терминал А поддерживает цвет А вот тут вот еще Предполагается Что у него фон обязательно не черный Потому что здесь включается черный цвет печати Вот Соответственно я поставил серый цвет фона Наоборот Черный цвет фона Соответственно я поставил серый цвет Нет, наоборот Черный цвет печати Я поставил серый цвет фона И после этого стало По крайней мере это различимым Вот это результат вот этой настройки. К сожалению, не имею возможности подробно объяснить, почему это так. Давайте я скажу буквально следующее. Это, собственно, мы говорили об этом в прошлый раз. Что нет никаких синих букв, зеленых букв, серых букв, черных букв. И изменение цвета происходит потому, что на наш терминал выводятся специальные управляющие символы. Как правило, начинаются символы escape непечатного. Так называемые escape последовательности. Когда вы выйдете на экран escape последовательность, вместо того, чтобы показать на экране эти символы, они управляют состоянием терминала. Если я, скажем, запущу программу CAT, которая, как известно, вводится в стандартный вывод и выводит на стандартный вывод, и напишу что-то вроде escape скобка, не такая скобка, вот такая скобка, ну, скажем, 35M, упс, и вы получили чудесный фиолетовый цвет. Или что-нибудь такое escape скобка, по-моему, небольшой, нет, не помню. Не помню, ну, не ладно, escape скобка M, скажем, все подесеет. Примерно так. То же самое относится не только к управлению цветом, но и, например, к перемещению курсора. Можно вызвести специальную escape последовательность, после чего курсор попадет в другое место экрана, и вывод будет происходить с этого другого места. Я просто сейчас наизусть не помню, какая она, да и, в общем, это не важно. Вдаваться в подробности я не хочу, потому что это такая отдельная очень тема. Но факт остается фактом. Я вручную вмешался в настройки системы, поставил там чуть-чуть другую настройку, вот, дописал сюда 37, чтобы был сверхцвет фона. Почитал сначала документацию, как это делается, потому что я, конечно, наизусть не помню ничего. После чего программа ЛЕС, которая, собственно, выводит документацию, которую я пользуюсь прямо сейчас, знает, что так называемый режим стандарт output, то есть режим стандартного вывода выделенных сообщений, должен предваряться вот такой вот escape последовательностью, которая на самом деле включает как раз черно-по-черно. Такие вот дела. Это первое, о чем я хотел сказать. А второе, более интересное и более неприятное, если вы помните, мы изучали, как рассматривать подсистему документации, и я сначала показал, что есть подсистема инфо, довольно удобная. Единственное неудобство состоит в том, вот это вот пункт и меню, единственное неудобство состоит в том, что навигация по ней, она сделана по принципу работы редактора ЕМАКС, и если мы сейчас скажем вопросительный знак, вот, мы увидим, что она достаточно прихотливая, то есть буква Х закрывает help window, там, ну, спасибо, поезжай, поезжай, он работает, но, например, если вы куда-то перешли по ссылке, то обратно перейти с помощью буквы L, значит, last, ну и так дальше. Вот. Как видите, мы просмотрели только 20% всей документации по лесу, она большая. Вот все эти Ctrl-X, Ctrl-Что-то там, это такая типичная ЕМАКС вообще. Вот. Соответственно, я рекомендовал использовать программу PINFO, которая... Вот. Видите, она какая красивая, тут прям курсорчик бегает, и все, и все хорошо. Одна проблема, она нам отказалась что-либо показывать, говорит, файл не найдет. Вот. Дело в том, что программа PINFO, она достаточно заброшенная, была. Я тут на днях посмотрел, насколько она заброшена, выяснилось, что, как обычно, как это часто бывает, человек, который писал в некий чех, забыл фамилию, он, вот, он, Пжимик, Борис Пжимик, Пжимик, может быть, и... Нет, скорее, поляк, не чех, видите, у него, да? В общем, он уже этим не занимается, этот самый Пжимик, Борис, если уж он поляк. А какой-то другой человек взял на себя труд этим заниматься и перетащил исходник на GitHub, и с GitHub уже там давным-давно что-то делает, а поскольку нигде этого не было написано, я про это взял и пропинал. Вот. Короче говоря, что я сделал? Я взял, обновил просто, пересобрал новые исходники, вставил туда поддержку. Почему он не работает? Почему не работает PINFO? Да потому что, когда его писали, никто не использовался, использовались форматы упаковки данных, там, GZIP, да, GZIP-2. А сейчас используется HZ, да, сейчас покажу, где-то, там, USR, SHARIA, MAN, MAN1. Вот. Вот, скажем, это страница MAN.INFO, а это его упакованный вариант. Вот, вот это вот файл, упакованный в Z. Так вот, если я скажу PINFOICPI, он нам ничего не скажет. А, нет, нашел, смотрите-ка. Там GZ, что ли, было? А, ну, значит, да. А вот если я скажу PINFOICPI, там был GZ, а здесь был BZ... Нет, BZ2 тоже заработает, HZ мне нужно. Ну, скажем, CDRDAO, вот. Вот. CDRDAO. Упс, нет, сработало, слушай. А как? Неужели я умудрился это обновить? А, нет, слушайте. Это, может быть, работает. Не работает GINFO. О, извините. Вот это все не работает. Вот здесь вот везде HZ. Вот если я скажу PINFOICPIPI, то она заработает. А если я скажу PINFOICPIPI, то нет. Почему? Потому что нано запакованное XZ, а он просто не умеет. Короче, я бы немножко вставил там совершенно тупая строчка, которая проверяет, какие расширения у файла. Если они BZ2 или GZ, или Z большой, то их можно распаковать. А, значит, про HZ он ничего не знает. Вот я это вставил и собрал этот пакет сначала в экспериментарий репозиторий, вот, а потом и в ветку P8, потому что он ничего не портит, а даже, наоборот, исправляет ошибку. То есть я сначала зарегистрировал ошибку, сказал, у нас есть ошибка. Наши PINFOICPIPIPIас смотрит некоторые документации. Потом собрал пакет, в котором сказал, а я эту ошибку, я же ее и исправил. Нет никого. Интернет и вернитесь. Интернет. Я думаю, что это довольно быстро произошло Там буквально пакет собрался за несколько минут Потом он повисел некоторое время в очереди Потому что у нас в стабильную ветку пакеты так просто не попадают Надо, чтобы выпускающий стабильной ветки их принял Вот она обновила Видите, что он говорит, что будет обновлен пакет PINFO Приехал какой-то новый пакет PINFO Старый был удален Я забыл посмотреть, какой был версии старый, но я и так помню Что-то .9 А теперь он будет .10 Вот был 0.6.9, стал 0.6.10 Вот видите, переехал на GitHub у него AppStream На другое место И тут какой-то другой поляк Я не могу это прочесть Что там у нас не работало? ПИНФА НАНО теперь работает Вот, бас, бас, бас жотеков Это как пиво жотецкий гусь Вот это оно, видимо, да? Нет, то чех, а это все-таки поляк Ну вот этот самый бас А, кстати, этот бас прямо из Дебиана То есть этот дебианский майнтейнер решил помайнтейнить этот пакет Ну и я вместе с ним Вот такие дела Смотрите Вообще говоря Пример очень вопиющий Чего-то вам не понравилось в этом вашем Linux Исправляете И оно работает Вот Если я вам покажу Мой патч Ну сейчас не покажу Потому что мы не про то немножко Который я сделал Ты вы поймете, что для того, чтобы это сделать Не надо быть великим программистом Надо немножко знать язык Си Немножко Вот От вас не требуется Каких-то запредельных знаний Чтобы реально улучшать операционную систему Настоящую большую работающую операционную систему Взрослую Применяющуюся там и сам на предприятиях Вот В этом вообще говоря Весь смысл наших сборищ И идея того Что мы посвящаем наше время изучению Linux Потому что В отличие от большинства Несвободных операционных систем За исключением там Очень небольшого числа Прекрасно документированных Для которых достаточно чтения документации Не обязательно заниматься исходными текстами В отличие от них Свободные операционные системы В частности вокруг Hydro Linux Позволяют такие вещи Так Это была такая Присказка Теперь собственно К сегодняшнему К сегодняшнему нашему Разговору Наш сегодняшний разговор Будет крутиться вокруг Того факта Что Командная строка С которой мы работали И которую мы Работали На все предыдущие разы И которую мы объявили Одним из инвариантов То есть то Что имеет смысл изучать Потому что оно не меняется Или по крайней мере Потому что оно Концептуально никуда не девается Сама командная строка Базируется На двух других На двух других Инвариантах Linux Приехавших еще Из Unix Систем А именно На том Что Практически все Объекты В Linux Являются файлами А можно сказать Что даже все Те с которыми Мы взаимодействуем Вот Либо просто файлами Либо файлами Особого типа Мы сегодня Попробуем об этом поговорить А то Что работает с файлами То есть Активный субъект системы Действующий субъект системы Это процесс Ничего другого Кроме процессов файлов Вообще не существует Вот В каком-то смысле И Вся операционная система Это всего лишь Такой роман О взаимодействии Процессов и файлов Вот этим Мы сегодня И займемся Взаимодействием Процессов и файлов Возможно Исключив Пока что Из разговора Межпроцессное взаимодействие Потому что Это все-таки Очень программистская штука Вот Первым делом Раз уж Я говорил Что Что Файловая система И Расположение файлов Размещение файлов По каталогам Это некий инвариант Обратимся К этому инварианту У него есть даже Специальная Специальная страница Документации Которая называется Манхир О Она даже на Специфическом языке Написана Вот Каждый раз удивляет Когда я вижу документацию На русском языке Видите В чем смысл Этого самого руководства Смысл состоит в том Что вам Рассказывают Где В каком месте Файловой системы Вашей Дерево каталогов Надеюсь Никому не надо Объяснять Что Что такое Дерево каталогов Вот Где В каком месте Дерево каталогов Лежит Каталог Предназначенный Для чего Да Вот смотрите Во-первых В типичной Файловой системе Линуксовой Есть Ровно одно Дерево каталогов Нет никаких дисков Там АБЦД Вот этого всего Там Секций Разделов Есть Одно дерево каталогов Которое начинается С символа слэш При его номинации Вот Соответственно Все что у вас есть На носителях Подключенных К вашему компьютеру Так или иначе Располагается В этом дереве каталог Ну и поехали Каталог Бин Содержит Исполняемые Программы Давайте Вот посмотрим Что он содержит Исполняемые Программы Обратите Внимание На то Что Для того Чтобы Команда Илс Вы помните Да Выводит список Файлов Для того Чтобы получить Доступ К Каталогу Начиная Прямо С корня Я должен Начинать Прямо С корня Писать Вначале Слыш Ну вот Они все Они правда Тут разноцветники По разным причинам Вот Скажу сразу Зелененькие Запускаемые Красненькие Специфические Может быть Сегодня посмотрим Чем они Такие Специфические Глубенькие По-моему Вообще Символные Ссылки Мы сегодня Поговорим О символной Ссылке Вот Обратите Внимание Что если Мы скажем Ключ Минус 1 То они Будут Выведены В столбик И тем самым Мы можем Посчитать Сколько их там Сравнительно Немного Порядка 200 Каталог Слэш Бин Сразу Скажу Что есть Еще один Каталог Содержащий Исполняемые Файлы Ровно Для той Той же Цели Он Называется USRBIN Вот он И он В отличие От USRBIN В котором Написано Что он Содержит Основные Исполняемые Файлы Он содержит Все остальные И вообще Все Большую часть Программ Традиционно Давайте в него Посмотрим Заодно Сколько Давайте прям Сначала посмотрим Сколько там Файлов 2500 А теперь Примем решение Будем мы его Смотреть Или нет Скорее нет Вот Значит Вот то Что Shell считает Командами В количестве Значит Там Практически 3000 Ну хорошо Больше чем 2000 штук Двух с половиной Это как раз Программа Лежащая В этих каталогах Когда вы Запускаете Они запускаются По имени По причине Мы уже говорили Какой Есть переменная Path Которую Переписывают Смотрите В которой Перечислены Все эти каталоги Вот он USRBIN Тут еще Для удобства Перечислены Разные Другие Каталоги Например USRLocalBin Но мы это Сейчас увидим Зачем они Нужны Вот На самом деле Скажу Сразу Нет Давайте Скажу Потом Давайте Я сначала Скажу Как Все это Выглядит Гармонично А потом Внесу Немножко Дисгармон Если кому-то Из нас Известно Что В современных Операционных Системах Используется Динамическое Связывание Библиотек То есть Когда запускается Бинарный файл В этом бинарном Файле В этой программе Не содержится Того кода Который Оформлен Как библиотека Да Вот мы можем Скомпоновать файл С библиотекой Статически И тогда все Все нужные функции Которые лежат В этой программе Они пока Окажутся в этом файле А можем динамически Тогда все нужные функции Которые используют Наша программа Окажутся где-то еще В файле с библиотеками Поэтому Помимо каталога USR BIN Например Есть каталог USR LIB Или USR LIB 64 В зависимости от того Какая архитектура Тут есть разночтение Ну скажем Вот так Вот И видите Там лежат Там что лежит Там лежат Файлы В основном Файлы вида LIB чего-нибудь И дальше версия Точка SO И дальше версия SO stands for Shared Object То есть Это значит Что это Разделяемые библиотеки Вот Их там Много-много-много Изрядно Их там Вот это по-моему Каталоги Не боюсь соврать По-моему Это каталог Вот Идея состоит в том Что без этих Библиотек Соответствующие бинарники Просто не заработают Потому что При загрузке их в память Компоновка не произойдет Потому что Ну вот Нужные им функции Лежат в этих библиотеках В каком-то смысле Это каталоги Ну Друг другу родственные Да Если есть Если вы пользуетесь Утилитами USR BIN У вас должен быть USR LIB Или USR LIB 64 В зависимости от архитектуры Архитектура у нас X86 64 Значит USR LIB 64 Или SLASH LIB 64 Такая тоже есть Вот Там правда Существенно поменьше Вот Там правда Их существенно поменьше Примерно такое же 1 к 10 Соотношение Вот Не стоит об этом забывать Когда вы там Не знаю Что-нибудь копируете Нельзя просто так Скопировать бинарник Скорее всего Вам придется скопировать Его Библиотеки С которыми он собран Кстати сказать Есть утилита LDD Которая Показывает Что именно он может копировать Да ничего не нужно копировать Утилита WC Она требует Загрузчика Который лежит вот здесь И собственно Вернее Загрузчика Который лежит вот здесь И библиотеки LPC Который лежит вот здесь Ничего интересного У нее нет А вот какой-нибудь Ой нет Не хочу Ну не знаю Какой-нибудь DIG Допустим Да? Утилита для исследования DNS пространства Ох Видали сколько ей все нужно Ну или какой-нибудь ТОП Поменьше Но тоже нужно Видите Помимо Библиотеки Сишной Библиотека TINF для работы с экраном Библиотека ProSPS для работы С процессами Ну и загрузчика Такие вот дела Это что касается Библиотек Они нужны Значит Вот он LIP Вот Значит Относительно Появления Каталога LIP Против А вот Либо уточнение Тут прям все написано Против Каталога LIP64 Проблема состоит в том Что у вас на компьютере Могут быть установлены Программы Одновременно И 64-разрядные И 32-разрядные И разумеется Форматы библиотек У них принципиально Разные 64-разрядные И 32-разрядные Как не трудно догадаться По этой простой причине Надо иметь И то и другое Плюс Нет Не плюс Вот Именно по этой причине Надо иметь И то и другое Так Из Парной Парной К этому всему Да Значит Соответственно Такие каталоги Есть как В корне То есть Слэш LIP64 Так и в Так и в USR Да USR LIP64 Тоже существует Вот Опять же Официальное Разделение Состоит в том Что Минимум Лежит в корне А Все остальное Лежит в USR Почему так Я Зачем так объясню И почему так Объясню Значит Цель этого разделения И причина этого разделения Они совершенно Неравны друг другу Вот Значит Что еще Из этого Интересно К толку USR шарик Какой-нибудь LS USR USR шарик Там довольно много всего Видите Это все Как видите Является под каталогами Идея состоит в следующем Если у вас Есть Какой-то Пакет Например Какая-то программа Которая что-то умеет делать То Ее бинарники То есть Исполняемый файл Лежит в каталоге SRB Эти бинарники Разумеется Для разных Архитектур Компьютеров Специфичны Да Там Для X86-64 Они одни Для Исполняемый файл Другие Для какого-нибудь Спарка Или там Арма Или там МИП-64 Они третий Четвертый Ну и так далее Они архитектурно Зависимы А вот если В состав Вашего Пакета Входят Архитектурно Независимые файлы Документация Картинки Какие-то Текстовые Текстовые Кусочки Мультимедиа Вообще любая Короче Все то Что На разных Архитектурах Выглядит совершенно Одинаково С точностью Добайта Да То Такие Файлы Традиционно Кладутся В USR-шаре Вот Ну и дальше Название пакета Например Или например USR-шаре Док Где лежат Где лежит Вся документация Вот тут Ее кстати Вполне 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 Себе много Более Тысячи Каталогов С документацией Это Это значит Что Пакеты Которые Установлены В системе Коих там Больше чем Тысяча Конечно Штук Но эти Пакеты Содержат Помимо Стандартных Сверх Документирования Типа там Манов Каких-нибудь Если они Содержатся Еще Отдельные Несортированные Документации В которой Написаны Какие-то Специфические вещи Ну не знаю Давайте посмотрим Куда-нибудь Куда-нибудь Допустим Документация По zip Вот Разумеется Есть manzip Info Я думаю Отсутствует Он нам Показывает Manpage Видите Да Вот А вот здесь Лежат Всякие Дополнительные Файлы Как правило Leadme License To do Вот такое И даже Текстовое описание Алгоритма Зипования Алгоритм Ну вот что-нибудь В этом Итак Каталог USR-Share И конкретно USR-Share Название Share Которое здесь Внезапно Возникает Оно происходит Вот откуда В давние времена Когда Жесткие диски Были очень дорогие А сеть уже была И более того Довольно Популярная Была Картина Что есть Один сервер Дисковый Где Хорошие Дорогие Большие Диски И много Машин Пользовательских За которые Пользователи Сидят И в основном Они Локально Загружают Что-то А все Остальное Монтируют По сети Если у вас Установлена Операционная Система Достаточной Степени Кроссплатформ На какой-нибудь UNIX Какой-нибудь BSD Какой-нибудь Linux То вы можете Иметь Один и тот же Вариант Операционной Системы Для разных Архитектур Соответственно Бинарные Вещи Типа USR-BIN У вас будут На разных Машинах Разные А вот Платформы Независимые Вещи Типа Картинок Документация Всего Остального Для всех Компьютеров Будут одинаковые Их можно Смело Смонтировать По сети В виде Удаленного Устройства На все Компьютеры Разных Архитектур Они там Одинаковые Все равно Тем самым Сэкономив Место Ну сейчас Экономить Место На жестком Диске За счет Документации Это довольно Странная Идея Вот Но тем не менее Вот В любом Случа Разделение Бинарных То есть файлов Которые Архитектурно Зависимы И файлов Которые Архитектурно Независимы Это очень Хорошая Идея И для этого Существует Каталог USR Шаре Так А где у нас Тут я по-моему Читал Ман Я зря Отсюда вышел Да Так Ну кстати В этом самом USR Шаре Поскольку Он архитектурно Независимый Там есть Каталог USR Шаре Ман Содержащий Догадайтесь Что Правильно Страницы Руководства Страницы Руководства Мне кажется Я об этом Не говорил И совершенно Напрасно Стоит об этом Вспомнить Хотя бы сегодня В идеале Когда они Разрабатывались Они были Организованы Достаточно Гармонично У нас есть Грубо говоря Девять секций С манами Вот 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 эти Девять секций Это Первая секция Это собственно Команды Вторая секция Это для Программирования Ядра Системные вызовы Третья секция Это для Программирования Пользовских программ Библиотечные вызовы Четвертая секция Это файлы И устройства Это именно устройства Разговор Про Документацию По устройствам Пятая секция Это форматы Файлов Шестая, на самом деле, это разное. Тут написано «игры», но оставлю это на совести линуксоидов, которые писали эту документацию. Вот. Хотя нет, седьмая – это разное. А шестая – это именно игры, я соврал. Игры, развлечения, все вот это. Седьмая – это разное. В том числе разговор про стандарты. Стандарты не являются файлами, не являются каталогами, а являются рекомендациями по реализации. Вот они там же лежат. Восьмая секция – это опять команды, но которые обычному пользователю не нужны. Команды администратора. И девятое – это какое-то непонятно что, возможно, оно не существует. Оно не существует. Это пустой каталог. Ну, вот для сравнения MAN8. А это MAN9. Вот. То есть мы имеем классическое деление информационного пространства на 7 плюс-минус 2 раздела. В данном случае на 8. Которые, вообще говоря, вот это 7 плюс-минус 2 – это число различных сущностей, которых человек способен удержать в недолговременной памяти. В случае, если эти сущности имеют разное назначение. Да? Если они совершенно одинаковые, то не больше 3, дальше это все выносится. А вот если у них есть у каждого тег, то этих тегов там вот больше 9, грубо говоря, нетренированный человек в памяти держать не может. Вот их поэтому 7. Вот. Ну, а дальше вот, ну, вот видите, как это устроено. Номер секции, а дальше по каждому, по каждой сущности лежит просто документация в виде... Вот. Она на самом деле текстовая, только запакованная. Вот. Этот текст – это, пожалуй, один из самых древних артефактов Unix-систем, потому что это то самое, над чем работала рабочая группа, куда входили Кен и Деннис, вот, а именно над формативанием документации. Вот. Сейчас покажу, как это выглядит. Ну, не знаю. Какой-нибудь ГЗ тут. Вот X и нет D. Только не 9, а 8. Вот. Вот так выглядит, собственно, страница документации. Вот этот комментарий, да? Она... Это такой типичный, типичный размещенный текст. Да? Плоский текст, содержащий символы размера. Очень-очень-очень древний. Тем не менее, вполне себе работающий. А команда MAN, собственно, занимается тем, что А. Запускает специальный интерпретатор, который это переформатирует в нужный формат. И B запускает команду ЛЕС, которая вам позволяет это просматривать. Только вот такой. Вот этот. Вот такие дела. Значит, кстати сказать, раз уж мы нашли в документации документацию по утилитам, которые не нужны нормальному пользователю, а нужны только администратору, наверное, должно быть отдельное место, где эти утилиты лежат. И оно есть. Оно называется SBIN, если мне не изменяет память. Вот. Видите? Слэш SBIN и USR SBIN еще. И USR SBIN. Вот. Не запускаемый обычным пользователем. Зачем такое разделение, непонятно. Честно мне говоря. Но. Но чтобы лишний раз не запускали, я не знаю. Правильно. Вот. Чтобы закончить эту тему, надо еще вспомнить про каталог LOCAL. Ой, зря я отсюда вышел. Надо было здесь это делать. В котором мы опять видим BIN, SHARI, MAN, LIP, даже SBIN, кажется. SBIN тут нет. SBIN даже есть. Видите? LOCAL. Что это такое? Между прочим, документированная штука. Смотрите. Вспоминаем, что мы имеем дело не просто так, а с дистрибутивом. Это значит, что все файлы, которые мы сейчас видели, все, до единого, установлены из пакетов, могут быть обновлены, удалены, не путем удаления или, там, скажем, переписывания файла, а путем установки или удаления соответствующего пакета, который собой представляет, как теперь нетрудно догадаться, просто архив с файлами, разложенными в нужные места. Раз уж стандарт линуксовый предписывает, куда класть файлы, то пакет – это просто архив. Мы его разархивируем, и это будет вам установка. Мы запоминаем список пакетов, мы его удаляем, все эти файлы, и это вам будет удалено. Однако, может так случиться, что у вас в системе будут установлены какие-то вещи локальные. Какие-то самописные сценарии, какие-то страшные программы, которые очень не хочется установить куда-нибудь еще. Вот для этого существует каталог USR Local, и для этого существует USR Local BIM, SBIM, Info, MAN, ну и так далее. Таким же свойством обладает каталог OPT, не здесь, вот. Плохой перевод. Не установлено, ну ладно, интересно почему. Потом сделаю. Смотрите, главная фишка состоит в том, что состоит в подходе. Если в USR Local ваши файлы раскладываются в разные каталоги так, как им предписано, то есть файлы в бинарный USR Local BIM, библиотеки USR Local BIM, документации в USR Local SharedOck, ну и так далее, то в каталоге OPT у вас лежат просто какие-то разархивированные штуки, но здесь его нет ни одной. Ну, допустим, вы скачали какую-нибудь проприетарную хрень, которая решает какую-нибудь проприетарную задачу. Она приехала к вам в архиве. Куда этот архив класть? В какое-то локальное место. Вот это локальное место, это каталог у нас в слэш-опт, от слова optional. Туда ставится все то, что а. не ставится в виде пакета, б. не имеет структурированного начала. Вот. Как запускать файлы из этого места? Потому что вы могли заметить, что USR Local как раз содержится в стандартном пакете. Ну, есть три способа это сделать. Способ первый. Добавить OPT что-нибудь, б-б-б-б-б, где лежат ваши опциональные программы, в пакете тому пользователю, который будет пользоваться. Второе. Просто запускать этот вид, вот примерно так. User.bin какой-нибудь файл. Как-то так. Вот он запустился. Но только слэш-опт, слэш-парограмма, слэш-чего-то там, слэш-бин. По полному пути. Вот эта штука в МЦТРЛ, не знаю, что это такое. Спросим-ка. О! Какое-то управление графической педсистемой. Window Manager. Ключевое слово Window Manager. Кстати сказать, вот вам забавное слово. Вот из. Вот из. Это такой MAN, который просматривает только заголовок. МАН. Вот. Ну, раз уж пошла такая пьянка, еще один. АПРОПОС. Ну, допустим, менеджер. Вот вам штука, которая выдает все заголовки, в которых встречается слово Manager. АПРОПО по-французски. Кстати. Да? Вот. Кстати, менеджер. Вот. Это я так к слову. Ну, так вот. Вы можете запускать утилиту, указав ее полный путь. Но если он есть в паст, вы можете написать просто вот так, и тоже будет хорошо. Третий способ запустить установленную в опт куда-то там программу, это сделать ее запускаемой только на рабочем столе. Воспользоваться методами вашего графического окружения, того, которым пользуется ваш пользователь. Положить туда запускалку того вида, который пользуется воспользователь. Обычно это десктоп-файл. Про это мы поговорим еще. Я думаю. Кстати. Просто не могли мы это поговорить на первой лекции. И тогда он будет ее запускать. Цепичная ситуация. Лежит где-то в черт знает каком месте бинарнику, но он никому не нужен, кроме того пользователя, которого запускает в графической среде. И вот в этой графической среде лежит просто специальный файл. Файл специального вида называемый десктоп-файл, который описывает, как запускать эту программу. Вот. Я опять вышел из мана. Зачем я это делаю? А, я хотел посмотреть манхир на английском языке, а здесь он не стоит. Ну и ладно. Оп ты локал. Рассказал. Давайте дальше, значит. Вот. Еще одно очень важное место. Это каталог ЕТЦ. ЕТЦ. Как ни трудно догадаться по его названию, сначала это был такой кэчел, в который сварили все, что не классифицировано. Довольно быстро он приобрел совершенно другое назначение. И сейчас в нем лежат настроечные файлы. Фактически весь профиль операционной системы описывается просто содержением каталога ЕТЦ. Там довольно много всего лежит. Потому что это все настройки всего. За некоторым исключением, некоторые мелкие извращенцы кладут настроечные файлы не в ЕТЦ, а в какое-нибудь место, где лежат, допустим, в кэш. Ну, они сами себе злобную буратины, так делать не надо. Вот. Ну, что-нибудь такое посмотреть. Достаточно, достаточно бессмысленное. Ну, вот, например, FPC – это Free Pascal Compiler. Вот. И вот типичный файл настроек. Выглядит он, так сказать, не очень типичный. Выглядит таким образом, что решетка... Это комментарий. Нет, плохой файл, не буду его показывать. Странные люди писали Free Pascal Compiler. Давайте что-нибудь более разумное посмотрим. А, ну вот. Вот вполне разумный настроечный файл. Это файл от демона Dict. Dict – это онлайн-словари. Вы можете запустить на своей машине программу, которая обслуживает по специальному протоколу сетевые запросы на перевод, и подсовывать ему в словари и переводить. Вот. Довольно удобная штука. Вот. Значит, сервис такой. И вот настройки выглядят так. Все, что начинается на решетку – это комментарии. Вот. Здесь у вас начало секции фигурные скобочки. И здесь какие-то команды, которые управляют этими... Ну, в данном случае управляют доступом. Да? Вот. Здесь у вас, например, директива include, которая говорит, на самом деле, пожалуйста, вот. Остальные конфигурации лежат вот здесь. Да? Что там у нас? Там есть что-нибудь? Вот, пожалуйста, целых два словаря. Мюллер. Целых один словарь. Мюллер. Это его данные. Это выимен. Вот. Надо сказать, что никакого стандарта на структуру конфиг-файлов ни в Unix и ни в Linux не существует. Вот только что мы видели один формат конфиг-файлов. Давайте посмотрим какой-нибудь другой, чтобы он был реально... Реально другой. Ну, не знаю, там... Рярочка, например. Вот вам совершенно другой формат. Да? Создающими пробелами, прошу заметить. Можно, в принципе, догадаться, про что это. Это, видимо, утилита Rearch. Можно посмотреть ее документацию, что она делает. Видимо, она чего-то разархивирует и заархивирует обратно. И она может обрабатывать вот такие форматы файлов. Вот. Довольно частая картина, когда конфигурационные файлы являются на самом деле кусками программ на языке Shell. Кого-нибудь здесь найти такого. Нет, ну, к баше-то понятно. Да, вот к нему-то как раз понятно. Я хочу, чтобы это был не Shell. А, вот. Ну, не знаю. Че? НПТ, да, понятно. Вот. А, ну, тут ничего нету интересного, начерт. Вот. Вот здесь точно есть. Тут, правда, все закомментировано, но, кстати, не все. Вот это не закомментировано, например. Как видите, вот этот конфигурационный файл, он довольно простой. Кстати сказать, хорошо документированный в комментариях. Состоит в основном из строк вида что-то равняется что. Так вот, вот это типичный пример конфигурационного файла, который на самом деле написан на Shell, потому что фактически сценарий по старту графической подсистемы X-сервера, поскольку это X-сервер.кфг файл, X-сервер, да, сценарий, написанный на Shell по старту графического сервера, сначала всасывает этот файл, исполняет его. Нужные переменные окружения в нем определяются. Ну, например, тут, по-моему, единственное 0lisNTCP должно быть. Давайте поищем. Вот. 0lisNTCP. Это единственная раскомментированная строчка в этом деле. Вот. Обратите внимание, что в программе LES, которую я смотрю, там есть поиск. Вот это все. Вот. Так что довольно удобная штука. Вот. И это довольно частая ситуация. То есть, у вас есть некий сценарий на Shell, который что-то делает для загрузки вашей системы, старта вашего сервиса и так далее. А конфигурационный файл к нему – это просто еще один сценарий на Shell, только такой, в котором, например, только есть переменные и больше ничего. Но на самом деле свет клином не сошелся. Ну, вот, например, вы видите, тут конфигурационный файл на XML написанный. Вот. Не очень я люблю XML, но, тем не менее, это вполне себе текстовый формат. Вот. Большинство, подавляющее большинство файлов настройки текстовые, и из них большинство пригодны не только для того, чтобы их читать, но даже чтобы их писать. То есть, есть понятие Human Readable Format, да, когда вы... формат представления данных такой, что человек может его прочесть. Так вот, я взял на себя смелость ввести еще понятие Human Rightable. То есть, не только прочесть, но и написать от начала до конца, понимая, что ты пишешь. Большинство конфигурационных файлов именно такие. То есть, ты не только понимаешь, что там написано, но можешь реально что-то такое менять. Human Rightable. Каталог ETC. Между прочим, есть каталоги USR Local ETC, Opt ETC или ETC Opt, но, в общем, это уже к делу не относится. Кстати сказать, в каталоге ETC еще традиционно содержится, например, сценарий для старта операционной системы по старому формату, по формату init. Как там? Просто sys5 init, да. Ну, в общем, возможно, мы об этом поговорим. А возможно, в следующем семестре. Так. Очень много бла-бла. Я чувствую, что не успею всего, что хотел рассказать сегодня, но попробую. Когда мы говорим про файловую систему, я забыл оговориться, и хотелось бы, чтобы все это понимали. С одной стороны мы говорим про дерево каталогов. Значит, да, тут еще дальше есть всякие штуки, какой-то BIN, какой-то BOOT. В общем, читайте документацию, там все написано. Я сейчас дальше распространяться не буду. А, нет, я только одну вещь хочу сказать про это. И дальше распространяться не буду. Здесь, вот в этом описании, содержится много всякого странного. Фактически, вот этот проект, который называется FHS, File System Mirarchy Standard, довольно давний, кстати сказать, проект, вознамерился описать полную структуру каталогов типичной Unix системы, как она есть, чтобы разработчики операционных систем не заморачивались и просто следовали этому описать. Некая неприятность состоит в том, что операционные системы бывают очень разного назначения. Есть операционная система общего назначения, есть какие-нибудь прошивки, есть минимизированные операционные системы, которые выполняют 5-6-7 каких-то конкретных действий и больше ничего не делают. Есть, в конце концов, современное применение Linux для, допустим, организации облачного центра, ну, чего-нибудь такое, что запускают виртуальные машины, а больше ничем не занимаются. Вот. Для всего этого, на самом деле, добрая половина того, что тут написано, совершенно неинтересна. Ну, вот это вот что такое. А я не знаю, что это такое. Вот. Поэтому следование этому стандарту, что эта штука такая, ну, вот, постольку-поскольку. Вот. И вообще судьбина проекта ФХС, она довольно странная. Его довольно давно забросили его изначальные авторы. Его принял под крылышко проект free-desktop.org, который пытается стандартизировать именно, как следует из названия, организацию окружения. Ну, в общем, советы по тому, где что лежит, они иногда бывают излишне подробные. Единственное, что хочется сказать и временно закончить разговор на этом, это каталог var. каталог var содержит файлы предменного размера. От слов в rei был происходят. И тут много-много всяких. Кэш, там, логи, еще чего-то. Много всего тут написано. Много всего. И действует в следующем. И, собственно, мы тем самым переходим к следующему пункту нашего разговора. Смотрите, файловая система это как бы два понятия. Когда мы говорим файлы системы, мы должны всегда уточнять, о чем мы говорим. Мы говорим о структуре каталогов, описанных в манхе, или мы говорим о том, как именно в каких виде, именно каких последовательств байтов наши файлы хранятся на диск. Вот второе понятие файловой системы, это когда мы говорим файловой системы FAT32 какой-нибудь, NTFS, X4, там, еще чего-нибудь. То есть, когда вам в руки попадает, ну, не знаю, жесткий диск, первым делом надо его, что сделать с ним? Разметить его на разделы. Эти разделы могут содержать файловую систему, а могут содержать еще что-то. Файловой системы, которые содержат эти разделы, это, собственно, и есть определение файловой системы вида второго. Это особо мощь, образом размеченные пространства на диске, в которых будут храниться файлы, и вот способ их хранения, это и есть файловая система. Например, X4, который у нас постоянно используется в Linux. Здесь используется, вот здесь используется, как эти два определения друг к другу примыкают. В случае Linux очень просто примыкают. У вас все устройства, тут их, видите, как-то очень много, но на самом деле не так уж много. Давайте попробуем. Вот на самом деле всего два дисковых устройства, которые участвуют в составлении пространства имен. все эти устройства, содержащие файловые системы второго вида, то есть содержащие собственно структуру файлов, монтируются, то есть прикрепляются к единому пространству имен, который начинается с корня. Вот в данном случае у нас есть две файловые системы, одна прикреплена прямо к корню, в ней лежит все, а вторая прикреплена к каталогу SRV, и там лежит еще что-то. Кстати сказать, каталог SRV, согласно ФХС, это место, которое предназначено для расшаривания всем подряд, то есть такое место, где лежат файлы, которые наша машина раздает как сервис. Оттуда SRV. Просто вот любое место, которое кто-то хочет получить. Любое место, где лежит файл, который кто-то хочет получить. Ну так вот, в данном случае у нас смонтированы две файловые системы, типа два, да, то есть, оба, кстати, X4, как я понимаю, да, и они представляют собой единое дерево каталогов, единое пространство имен, и это есть файлосистемы типа один, то есть файлосистемы как пространство имен. Именно потому, что происходит монтирование, то есть подключение того дерева, которое лежит в устройстве с DA1 к каталогу, который называется SRV, мы можем говорить о едином пространстве именем. Именно поэтому в той документации, которую мы сейчас читали, отдельно у нас есть корень, отдельно у нас есть USR, в котором лежит практически все, и отдельно есть VAR. VAR это такая, чаще всего VAR оформляется как отдельная файловая система, монтируемая отдельно вот сюда, у меня это не сделано, но вообще так делается. Вот, потому что файлосистема, содержащая VAR, должна быть достаточно нечувствительна к переполнению. Ну, понятно, там файлы произвольного размера, внезапно какой-нибудь журнал разрастется до бесконечного размера, забьет всю файловую систему. Хотелось бы, чтобы файлосистема в корне, в которой лежит все основное, при этом не страдала. Вот. Быть может, пользовательская файлосистема, где собственные файлы пользователь тоже при этом не страдала, если внезапно все забьется в VAR. Вот. У меня даже когда-то была история, что у людей была единственная файловая система, там лежало все, и у них при попытке сменить пароль не сумел записаться файл с паролями, файл по СВД, и он обнулился. Вот. Правда, это, конечно, был не Linux, это была другая Unix, подобная операционная система. Вот. Но люди реально страдали, потому что они теперь, после чего, они не могли вообще зайти в них. Пароль рута, не пароль рута, а вообще, вот как зайти в систему, в которой нету ни пользователей, ни паролей. Вот. Так что, во-первых, переполнение, а во-вторых, надо понять, что, например, в каталог USR в нормальных случаях не пишет никто, его вообще можно монтировать ридонами. Там лежат утилиты, библиотеки, пока вы не обновляете систему, туда писать не надо. В каталоге, который лежат в корне, типа ETC, системный администратор пишет, когда он конфигурирует систему, поэтому туда пишут изредка. А вот в каталог VAR где лежат журналы, кэш, еще что-то, запись и чтение оттуда происходит, запись туда происходит практически всегда. И вы можете варьировать настройки вашей операционной системы таким образом, что в каталоге VAR у вас будет какая-то штука с быстрой записью, а, допустим, в каталоге USR с быстрым чтением на записью мед. Еще одно место, в которое мы только заглянем одним глазом и поймем, зачем он нужно, это каталог SlashDev, в котором... Ой, они какие желтенькие. В котором лежат довольно забавные файлы, файлами, вообще говоря, не являющиеся. Обратите внимание на... Это LS-L, который показывает все атрибуты файла и его права к нему, доступа к нему, его тип. И обратите внимание на то, что... Ну, D это у нас каталог, а вот C это такое что-то, на самом деле, соответствующее устройство, у которого даже нету понятия размер. Ну, какой размер, не знаю, там, у терминалов. Это устройство для гард, устройство для взаимоотношений с графической карточкой, с ее ГПУ. Или, допустим, ну, не знаю, псевдотерминал. Поэтому тут вместо размера какие-то два числа. это такой уникальный идентификатор нашего устройства, на самом деле. Вот. Тем не менее, этот объект находится в файловой системе. До него можно ходить с помощью файловых операций. Да? Команда работает с файлами. Вот. В него даже можно писать и из него читать, как правильно. Перенаправлять ввод, перенаправлять вывод. Ну, например, вот есть такое устройство. Вот оно. Вот оно. Да? В которое все могут писать, все из него могут читать. Это такое устройство, дивнул, в которое можно перенаправить вывод, и вам за это ничего не будет. Помните перенаправление вывода, да? Всем. Всем можно это делать. Оттуда можно читать, и оттуда прочтите файл нулевой длины. Вот. Или, например, есть устройство dev0, из которого можно читать нули любого размера. Вот. Как бы правильно сказать? Hexdump минус c минус v dev0 0 ай-яй-яй-яй-яй-яй действительно у них все вы поняли, да? Там содержатся только нули. Коматочка Hexdump кстати очень подобная штука для просмотра содержимого файлов. Ну, 따п вот, смотрите. Хеxdump минус c ну, допустим, o . тексты А, ну это текст на русском языке, неинтересно O.py, наверное, да? О! Вот слева у нас шестнадцатеричный дамп Справа у нас текстовое содержимое Там, где утилита HXDAMP думает, что его можно нам показывать Наверное, на русском языке он не хочет Но тем не менее, где непечатный символ Он просто заменяет на точечки Видите, здесь перевод строки, я думаю Да, вот, два перевода строки Он их заменил на точечки Очень удобная штука для посмотра содержимого всяких файлов Непонятного, непонятной структуры Так вот, если я сделал HXDAMP Вот это вот, где в зиру Он мне будет выдавать нули бесконечные Сколько нулей? Столько, сколько хочешь Вот Есть еще устройство DEF URANDOM Оно будет выдавать нам случайные числа Столько, сколько хочешь Давай только минус С Да Минус С большое Случайные байты В каком хочешь количестве Очень удобно Ну и так дальше Их там очень много Наверное, мы не будем сегодня разговаривать про то Сколько они вот Надо настроить Это опять вот эта вот настройка Когда считается, что фон по умолчанию черный Вон их сколько там Много В частности, например, есть, ну не знаю Доступ к памяти Доступ к жесткому диску на аппаратном уровне Просто к поверхности всего диска Терминал, с которым мы работаем, является устройством И так дальше Вот Такие вот спецфайлы Да, там бывают файлы типа B, типа C Символные устройства и блочные Блочные устройства Это устройство, обмен с которым происходит не менее чем одним блоком То есть не по бай Вот Таким образом Попал Таким образом у нас Подключение соответствующего Соответствующего Раздела на диске Или, забегая вперед Псевдоустройство К файловой системе Проходит с помощью команды mount Вот той самой Только надо говорить Ну, давайте почитаем Мы говорим что-то Что-то типа mount Дальше Тип файловой системы Здесь указывается Понятие файловой системы Второго рода Да Здесь говорится что А здесь говорится куда Так называемый mount point Ну вот давайте попробуем Смотреть Да Вот это результат команды mount Минус tx4 Девсда 2 Это раздел 2 на диске sd А На каталог слэш А вот это значит Девсда 1 на каталог srv Кажется я не могу здесь Ничего смонтировать Вообще Кроме этого Да Ну пока я флешку не воткну И вам не продемонстрирую Значит Работу команды mount Ну фиг бы с ним Вот кстати Обратите внимание Что Что Ну Зачем Это Это лишнее Вот Кстати обратите внимание Что он полез еще на какие-то RAM 0 Которые RAM 1 RAM 2 Которые тоже являются С его точки зрения дисками Вот это команда ifdisk Вот Asfdisk Есть Тоже есть Без особой разницы Только начал по-русски По-русски ругаться Вот И что на самом деле У нас есть Не два раздела на диске А три Еще третий Так называемый swap Он же Область подкач Отдельный раздел на диске Куда происходит выгрузка Выгрузка Неиспользуемых страниц памяти Которые все еще находятся в памяти Кому-то нужны Но просто давно их не используют Своб по-русски Да Своб по-русски Довольно смешно Да Мне это тоже смешно Своб Если долго смотреть на это слово Смысл его теряется Да Вот Значит Чтобы закрыть эту тему С командой mount Работу, которую я не продемонстрировал Но, наверное, и не буду Потому что обычному пользователю она не нужна Пока что Скажу, что Этот способ Представления информации О системе Очень удобен Можно не только Монтировать Подключать к нашей файловой системе Хранилище файлов Но и вообще Делать так Чтобы информацию о системе Вы получали Заглядывая в каталоги Например, есть каталог Слэш дев А, нет Каталог слэш дев Как раз не так интересно Каталог слэш сис Сис я сказал Каталог слэш сис Давайте посмотрим О, их тут много Ну вот он Каталог слэш сис Является Он смонтирован У него есть специальный Тайп тип Сис Сис Но в отличие от каталога Там, скажем СРВ Который взят с диска Это так называемая Виртуальная файловая система Содержимое каталога Слэш сис Не соответствует Никаким файлам Не соответствует Никакому разделу Никакого диска Это представленная В виде файлов Информация О системе Операционной Почему? Да потому что У нас полным-полно команд Для работы с файлами Для того, чтобы на них смотреть Мы можем сказать там LS слэш сис Да? Сис Ну не знаю там Что там Класс Павер Соплай С1Б2 Две батарейки что ли? А, одна из них не батарейка Ой Я даже не знаю Что такое мейнс А вторая какая? В4 Так О, понятно Мейнс это Извините Питание Значит Что мы посмотрели? У нас есть два способа Запитать наш компьютер Один называется вот так Его идентификатор в системе Такой Другой Вот такой Этот является Этим самым Как это называется? Короче В блоком питания Там должен быть какой-нибудь статус Оно Понятно Что тут еще есть? Нет Два А он он Да Онлайн Один Он включен О, видите он говорит Ваше устройство разряжается Как вы думаете Откуда вот это Взял информацию о том Что устройство Отключено от батареи Разряжается Вот оттуда Давайте оно будет опять заряжаться Вот О Упс Ну вот А соответственно Вот это место Это батарея И там есть ККПС Вот 98% зарядки Смотрите сюда 98% зарядки Помните один раз Я то ли по столу стукнул То ли еще что-то сделал И там показалось 100% Ну вот это очень старый компьютер Он до 100% не заряжается никогда Короче говоря Содержимое каталога СИС Не соответствует Никакому диску Вот в нем В виде Файловой системы Организованной иерархически И вроде как файлов На самом деле Представлена информация о системе Ровно так же Есть каталог Проц В котором в виде Иерархической файлов системы Представлена информация О запущенных в системе процессов Вот И еще есть целая куча Всяких других подкаталогов Которые нам выводят Команда mount Которые таким же образом Представляют более мелкие сущности Вот Всякие интересные Много Отдельно Чтобы закрыть эту тему Отдельный разговор Это каталог Отдельный разговор Это каталог Каталоги типа TMP Слэш TMP Кстати он документирован В иерархии Или там Тут еще много таких Давайте скажем так Mount Греб Слэш TMP Вот У которых тип TMPFS TMPFS это довольно забавная штука Это файл системы в памяти Это файл системы в памяти Которая Скажем так Память жрет Но когда она закончится То Содержимое Начнет Уезжать в своп Как и полагается Системе В которой есть своп Вот Чем удобно файл системы в памяти Она работает очень быстро Чем она неудобна Выключил Включил Уже ничего нету А может быть то это удобно Как раз Я не знаю Вот Короче говоря Интерфейс Монтирования Устройств И представление их В качестве поддерева Нашего пространства Имен С файловыми объектами Очень удобен Не только для хранения файлов Внутри каталогов Но и для представления Всяких других штук Например Специальных файлов Которые являются устройствами Или например Вообще Чего-то Информационного Вроде каталога SIS Или просто Ну окей Значит Немножко про Работу с файлами Просто чтобы вы понимали Что оно существует Значит Вот мы знаем команду ЛС А еще мы знаем команду Например РМ Это Отслово Ремув Да 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 Спасибо Вот Отслово Ремув Значит Глупый вопрос Ну у нас есть команда Удаления файлов Есть у нас команда Создания файлов На самом деле Нет На самом деле Как правило Создавать файл Просто так Никому не нужно Зачем вам создавать файл Чтобы что Чтобы потом туда что-то записать Ну так запишите в него И будет вам счастье Ай Минучку Мкодир это отдельная тема Вы можете создать каталог Просто про запас Чтобы потом туда что-то класть Вот Не совсем Тип у него другой Смотрите Вот это файл А вот это каталог Видите У них тип другой И работа с ним Совсем по-другому устроена И даже вы не сможете Вы вот Не сможете сказать Допустим Каттмп Он говорит Не-не-не Это каталог Вот А я видел операционные системы В которых можно сказать Каттмп Какой-то мусор лезет Там Какой-то список файлов Перемежающийся Какими-то бинарными значениями Ссылками на инноды Вот это все Да Его можно было даже редактировать Это было самое страшное Вот Значит Перемещение по файловой системе Мы сейчас Мы сейчас Всегда испытывали Мы всегда сейчас Писали ЛС что-нибудь Там УСР Шари Шари Док Ну не знаю Вот это Присловут Венктерл Да Или мы писали ЛС Ну допустим Вот так Или ЛС Там допустим Не знаю Вот Чем отличается Вот такой Спецификация Имени От вот такой Где там Ну вот такой Вот такой Да Там где слыша нет Да Относительный Или полный путь Я прочитаю Слово полный Вот этот путь полный Он начинается с начала А мы у нас В линуксе всегда есть начало Это слэш А этот путь Относительный чего Относительный такой штуки Которая называется Текущий каталог Выводится на команды ПВД И как видите Она какая-то вот такая Кстати сказать Вот там еще один Еще один Привет из Манхиер Из Файлсиси Мерархи Стандарт Есть такая штука Называем это Домашний каталог пользователя Он должен Как правило Лежать в каталоге Слэш-хом Здесь он же Срв-хом Но это мое самоуправство На самом деле Слэш-хом Написано в ХС Вот И дальше имя пользователя Это единственный каталог Кроме каталога ТМП На самом деле Еще В который может Пользователь писать Во все остальные писать Он не может Ему запретят Это сделать Вот так вот Мы можем сказать А допустим Вот так вот Мы сказать не можем Видите И вообще никуда Мы не можем писать Кроме как В свой домашний каталог И опыт каталог А также каталог ТМП В ТМП можно Вот Значит Кстати сказать Это и есть Команда создания файла Только не бессмысленного А со смыслом Мы туда вывод перевели Команда touch На самом деле Нужна для другого Она нужна для того Чтобы у файла Изменилось время Его создания Вот смотрите Вот его создали В 20 часов 13 минут А если мы скажем Touch Не создание Последнего доступа Да Вот Теперь в 20-14 минут То есть мы его потрогали И он стал новый Последней правки Да Как если бы мы в него Что-то записали Только ничего не записали Вот То есть В зависимости от того Как устроена файловая система Второго типа То есть Что она может хранить Какие атрибуты файла Она может хранить Она может хранить Время создания Время последнего доступа Время последней правки То есть доступа на чтение Доступа на запись Отдельно Ну и кажется Все по части времен Когда создали Когда последний раз смотрели Когда последний раз правили Вот Значит Для того чтобы сделать Какой-то каталог текущим Можно, например, сказать CD Вот Вот сюда вот сделать CD Да Командочка PVD теперь будет говорить Наш текущий каталог Вот такой Командочка Будет говорить Что такого файла нет Потому что Путь к файлу O На самом деле Мерится не отсюда А на самом деле Теперь Текущим каталогом Является Каталог USH Aridoc VMC Trln1.0.7 И соответственно Файлы, которые нам видны Это файлы вот эти Мы можем, например, сказать Катры CD без параметров Возвращает в текущий каталог Который Который домашний Вот Ну, то есть Все вот Все хорошо Если бы не одна штука Про которую, видимо, тоже надо рассказать Каталог точки Две точки Совершенно Смотрите В некоторых случаях Вам нужно указать Не только файл Но и каталог В котором он лежит Иногда бывает нужно Вот Даже если это тот же самый каталог Который является текущим Так вот Точечка Это и есть Это и есть указание текущего каталога Да? Вот Более того Допустим Это тоже И это тоже самое Home, Python Да, вот так О! Все одно и то же Более того Сейчас Давайте куда-нибудь перейдем Сейчас 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 Вымструю Да? Более того Если сказать LS-AL То оказывается В каждом каталоге Обязательно есть Среди списков Того Что в нем содержится Обязательно есть Два каталога Один называется точка Другой две точки Точка Это тот самый текущий Про кого-нибудь то, что я говорю А две точки Это ссылка на предыдущий каталог Смотрите Как не трудно догадаться Это каталог US-SHARIDOC Да? Ух тут много О! О! CD 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 Это, пожалуй, единственная команда Shell Которая не может быть Утилитой То есть не может являться Внешней программой Почему? Потому что Понятие Текущий каталог Определено для данного Процесса Если вы запустите Какой-то другой процесс И он какой-то там Что-то себе поменяет В голове Перенастроить Переменные окружения Перенастроить Текущий каталог Еще что-то сделает Нет ничего более Неудобного Чем организовать Операционную систему Таким образом Что тем самым Это может повлиять На окружение Текущего процесса Поменять его Текущий каталог Поменять его Переменное окружение Вы запустили какую-то Программу И все поменялось Такого не бывает Если вы запускаете Другую программу Для нее Она опускается В отдельном процессе Этот процесс Полностью Наследует Окружение Исходной программы Когда происходит Форк Дальше происходит Игзет Этот процесс Работает Но никакого Побочного эффекта С изменением Настроек Исходного От родительского Процесса Не бывает Очень удобно Иногда очень неудобно Когда вы хотите Чтобы это произошло Но это уже Отдельный разговор Видимо Немножко выдающийся За рамки данной Вот Соответственно Команда ЦД Которая меняет Окружение Она меняет Понятие О текущем каталоге Данного процесса Не может быть Внешней Если вы запустили Другую команду И она там Поменяла себе Текущий каталог То когда она Закончилась Вы возвратились В то же место В котором были Вот И это очень удобно На самом деле Значит Что мы можем сделать Мы можем Создать каталог Вот Мы можем В него перейти Он пустой На самом деле Нет В нем есть Как минимум Два имени Это точка И две точки Владительский каталог И текущий Вот Мы можем Создать там файл Ну например Вот так Да Вот Обратите внимание На перенаправление Вывода Да Вот мы создали файл Он там есть Он размером Размером 36 байтов Вот Хозяин у него Пользователь по имени Питон Об этом я Возможно Уже не успею Сегодня рассказать Значит В следующий раз Что-то я сегодня Слишком медленно говорю Ну и ладно Вот Значит Что с этим файлом Можно сделать Ну его можно Во-первых Переименовать Мывы от слова Move Кстати сказать Раз уж Все равно Мы про права доступа Сегодня уже не поговорим Давайте тогда мы Поговорим Как минимум Про то Что является Уникальным Идентификатором файла Смотрите-ка Вот мы можем Можем его Переименовать Мы можем его Скопировать ЦП от слова Копия Кукареку Вот Как видите Эти файлы Одинаковые Давайте сравним их Да ЦМП достаточно Мы хотим убедиться Что они одинаковые Видите Они одинаковые Вот если мы бы создали Какой-то другой файл Ну мы видим Что они разные Давайте Давайте Его отредактируем Сколько там байтов Не хватает? Трех Помните Что такое две стрелочки Дописать файл Вопрос ко всем Сколько здесь байтов было? Два А Откуда третий? Значит Два Еще перевод строки Совершенно справедливо Да Значит поэтому добавили Вот они вроде как Длиной одинаковые Но Тем не менее ЦМП нам скажет Что Эти два файла Отличаются А вот Диф нам скажет Чем они отличаются Ну собственно Всем Ой Вот это содержимое Первого файла Это содержимое Второго файла Ничего удивительного Они всем отличаются Вот Вот вам утилита сравнения Кстати сказать Ну кстати На будущее Если вы когда-нибудь Хотите пользоваться Дифом Давайте так сделаем Cal 1 Ну там ЦП Кукуку Куку Это второй Одинаковые файлы Перепишем Перепишем Давайте его отредактируем Такой маленький Высший пилотаж Просто чтобы показать Что такое бывает Ну скажем 0.8 Да Это оно и есть Какой он там Куку у нас назывался Придыщ Смотрите Что я сделал Я тут внезапно Заменил Все Все Пары символов Вида 1 А дальше цифра От 0 до 8 На 2 бебячки Вот 2000 бебячный год Получился Так вот Диф Вот этого Нам покажет Вот так А если Запускать Диф с ключом Минус у Он будет Более разумный Видите Удалить такую-то строчку Минус Ставить вот такую-то строчку Плюс Дальше Общий контекст Дальше снова Удалить две-таки-то строчки Минус Ставить две-таки-то строчки Дальше опять общий контекст Вот Так что Диф минус у Так называемый Unifine Диф Удобнее штука Чем Чем Просто Диф Ну а цмп Ну а цмп Естественно Цмп Естественно Скажет Скажет Что они разные В первой же строке Потому что там 2000 бебячный год А здесь Вот Так вот Ну и рем мы уже проходили Обратите внимание Вот на что Мы можем взять И прям как в питоне Одному и тому же файлу Выдать несколько имен Сказать LN Ну допустим Ку-ку Пи-ди И эти файлы Вот эти два Мало того Что они Ну одинаковые Это вообще Один и тот же файл С двумя именами Обратите внимание Вот на эту двоечку Она означает Сколько имен У данного объекта Их у него два Вот Если мы Если мы сейчас возьмем И отредактируем его Где тут Вот Какая разница Это два имени Одного и того же объекта Ну допустим Два Что-нибудь Заменим Заменим Тоже на решет Я сильно подозреваю А Они расклеились Они расклеились А какая беда Ну хорошо Как там LN у нас был Вот этот Давайте удалим PP РМ ПП Ёлки-палки А знаете что это такое Вы не думаете Что программа РМ такая 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 заботливая На самом деле Есть В Шелле Такая штука Как Элиас Которая Определяет команды И в частности Команда РМ Превращается В РМ-И А минус И Это интерактив Каждый раз спрашивать Все Вот теперь будет хорошо Так вот Давайте мы по-другому сделаем Давайте мы отредактируем Скажем LN LN UVPP Да И допустим Ну не знаю Там Date PP Опа И смотрите KUKU тоже изменился Потому что это был Один и тот же файл Вот этот date Дописанный в KUKU Так же Как он дописан В PP Более того Одно имя удаляешь А файл не исчезает Да Никакой принципиальной Разности Какое имя главное Какое не главное Нету Прямо как в Python Точнее наоборот Это в Python Как в Unix Конечно Вот Короче говоря Команда LN LN Это команда За предание Еще одного имени Одному и тому же файлу Как тогда Что тогда является Уникальным додификатором файлов Для разных файловых систем Файловых систем Типа два Да Для разных способов хранения Есть разные Разные названия Для того Что является уникальным Додификатором файла Но В случае Если это Unix Подобные файлы систем Практически все Включая конечно X4 С которым мы работаем Это так называемый Inode Индексный дескрипт Давайте скажем LE Да Вот он Номер Давайте скажем LN Снова Вот PP и QQ И вот у них Одинаковый Индексный дескриптор Видите Есть некоторые Ограничения Вы не можете Делать Да Естественно Файл с именем Может лежать Не в текущем каталоге А где-нибудь еще Ну например LN PP В традиционный каталог ZZZ Пожалуйста PP ZZZ Что там еще Ку-ку Это все Один и тот же файл Видите Вам совершенно Не обязательно Чтобы эти имена Хранить в одном и том же каталоге Для этого Собственно и нужны Эти имена Один лежит Черт знает где Другой раз Положен сюда Вот Вы не можете Сделать Разумеется Таким способом Дополнительными Каталогу Чтобы не образовались Циклы Вот Вы не можете Сделать Таких ссылок Между двумя Разными Файловыми Системами Типа 2 Потому что у них Разные индексные Дескрипторы Вот видите Индексный Дескриптор Сейчас Ей Два Три Это каталог Дев Один Это каталог Прос Еще один А почему? Потому что Разные файлы Системы Как говорит Арсений Это же Монпоинт Сис Это Монпоинт Вот И там внутри Опять свои собственные номера Начинающиеся Опять с единицы Неудивительно Что здесь единицы И тут единицы Например Так что Можно запутаться А если в рамках одной файловой системы Там все хорошо Поэтому Если вам очень хочется Сделать ссылку на каталог Или Сделать ссылку на файл Лежащий черт знает где В другой файловой системе Это можно сделать С помощью Той же программы ЛН Которая на самом деле Будет абсолютно другое А именно Говорить ЛН-С Ну скажем USR Шарит Да Спасибо Док Док Вот пожалуйста Ссылка на каталог Видите Она голубая Ну голубая Это конечно Вот И это вообще Другой объект Файловой системы Так называемая Символная ссылка Или символическая Кому как больше нравится Это такой файл Размером 14 байтов Кстати почему он 14 байтов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Раз Два Три Четыре В котором лежит Догадайтесь что Да Он видите Специального типа К нему можно обращаться Файловые операции С такого рода Файлами Или каталогами Или чем угодно Завершаются Раскрытием этой символной ссылки Вот в это И поэтому если я скажу Вот так То у меня Выдаст содержимое Этого самого Юсер Шаридок Вот Но это как видите Совсем другая штука По отношению К двум именам Одного и того же файла Я очень точно Уложился в одну лекцию С первой темой Сегодняшнего 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 плана Обещаю в следующий раз Так не тормозить Но согласитесь Довольно плотный был рассказ То есть если бы я вот Еще в два раза плотнее говорил То Обрезки этих мыслей Поперли бы из ушей Ну правда Вот Значит Что еще Если не говорить Про права доступа Если не говорить Про права доступа Что еще можно рассказать Про это дело А Домашнее задание Домашнее задание Вот какого вида Мы знаем Что нельзя делать Жестких ссылок То есть обычных ссылок Дополнительных имен К каталогам Окей Нельзя Хорошо Хорошо Ну даже не знаю Ну вот УСР Да Например Давайте посмотрим Там каталоги лежат Как это нельзя Когда мы видим В каталоге УСР Массу подкаталогов У которых Совершенно произвольное Количество имен У каталога Бин их два У каталога ИТЦ их два У каталога Шарин Например Их 318 Домашнее задание Понять Почему так Перечислить Ну хорошо Все имена каталога Шарин Я не призываю перечислить Вот Ну взять какой-нибудь каталог Где их не два Но не сто пятьсот Ну не знаю Ну вот тринадцать Например Перечислить все имена каталога Локал Все тринадцать штук Ну УСР Локал Извините Вот Понять почему это так Где эти имена лежат Значит Повторяю Что пальцами их сделать Было нельзя Нельзя делать дополнительные имена К каталогам Чтобы не было циклов Они есть Вот Это одно домашнее задание Второе домашнее задание Состоит в том Чтобы немножко попрактиковаться С командами Тем кому это интересно Потому что Повторяю Командная строка Нас будет преследовать А если вы будете заниматься Лидовом То вас будет преследовать Всю жизнь Вот Соответственно Попрактиковаться К тем командам Которые я уже сказал И я наверное В качестве Ссылки Дам Ссылку На какой-нибудь На какой-нибудь Такой учебник Не учебник Ну на какое-нибудь Пособие Вот Потому как Посоздавать файлы Попеременовывать их Ну просто Какую-то Какую-то лабораторку Вот Просто чтобы пальцами поделиться Вот В следующий раз Тогда у нас Процессы и права доступа Я Надеюсь Что Я расскажу Чуть больше Чем То что хотел Сделать За сегодняшнюю половину Лекции Вот Я даже знаю Что именно я расскажу Ну вот Примерно так Если есть Какие-то вопросы Задавайте Почему они расклеились Смотрите Что делает Редактор Сед Где там Вот Во-первых Что такое Редактор Сед Сед Это потоковый редактор Который Собственно Подставляет Если бы я не сказал Вот так Сказал Вот так Например То А Это каталог Это каталог Ну потому что Это каталог Ай Что тут есть Ой Это правда каталог А как назывался Тот каталог Который мы сделали Ззз какой-нибудь Кто помнит Вот А здесь Это файл Значит Если бы я сделал Просто вот так Вот Видите Ну хорошо Чтобы было понятно Что на что заменяется Назвонились Вот То он бы выдал Содержимое этого файла На стандартный выбор Собственно Для этого Сед он нужен Очень долго Он работал только там Соответственно Если вы хотите Результат перенаправить Вы перенаправляете Разумеется Перенаправляете В другой файл Если я сейчас Перенаправлю его в файл Ку-ку Что произойдет Как вы думаете Значит Нет Давайте Вангуйте Окей Кто знает Рассказывать Хорошо Я знаю Что некоторые знают Но не хотят говорить Значит Поскольку Файл Для вывода Открывает Shell Еще до того Как запустят Эту программу Как происходит Перенаправление вывода Мы форкаемся Мы Переоткрываем Все нужные файлы В правильное место И потом Делаем экзек Чтобы та файл Программа Которая запустится В данном случае Это программа Сед Выводила на стандартный вывод А на самом деле Она будет выводить Вот сюда Поскольку Это дело Откроет Shell Еще до запуска Седу Сед получит на вход Файл Ку-ку Пустой Упс Понятно почему Его открыл Shell Вот в этот момент Создал он его Ну Он его открыл На запись С С Транкейтом Да Вот Соответственно Ну у нас еще есть Файл ПП Я думаю Это был тот же самый файл Хорошо Вот Ну вот Таким образом Изначально было так В принципе Вы можете написать Минус И И тогда Это будет от слова InPlace Но Идеология Что мы берем файл Открываем его А потом записываем по новому Она не меняется Тем самым У нас Старый файл Просто отъезжает Он Либо удаляется Либо остается Со старым именем И создается На его месте новый Более того Вы можете написать Вот так Допустим Буб Это будет означать Что будет создан Старый файл Будем переименован В pp.bub Вот он Видите Просто сет По-другому работает Он открывает Новый файл Новый Туда все запихивает А потом Переменовывает его В исходное имя Таким образом Мы всегда получаем Новый файл А вот Когда мы допустим Дописываем в конец Разумеется При этом ссылка не разлепляется Или допустим Запускаем специальный редактор Текстовый Тот же Вай Который работает Прямо с этим файлом Модифицируя именно его Это был ответ на вопрос Почему сет Разлепил ссылки А какой-нибудь Вай или дописывание Ссылки не разлепил Ответ понятен Окей Еще вопросы Хорошо Тогда на сегодня все В следующий раз Права доступа Обещаю Уложиться А то что-то мы Вот у меня Вот такой вот план будет Вот Ой Только знаете что Возможно Это буду не я Хорошо Все На этом спасибо В следующий раз Вас ждет Маленькая интрига Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому